Здравствуйте, меня зовут Кузьма Гридин. И я давно не рассказывал истории на своём канале. В общем, сегодняшняя байка будет посвящена тому, как я когда-то давным-давно сломал позвоночник. У меня был компрессионный перелом. Это, наверное, не совсем сломать позвоночник. Но я не знаю, как ещё можно... Ну да, сломать позвоночник. Идёт позвоночник, да, и несколько вот этих хуйнь, ну, позвонков, они вот так вот сместились немного. И случилось это по самому, наверное, тупорылому событию, которая только может произойти с ребёнком. У меня была Сега, и там была игра Mortal Kombat. И когда ниндзя, Скорпион, Саб-Зиро, Рептилия прыгали вверх, они вот так вот крутились вокруг себя. И я, когда играл и видел это, я такой, ебать, как классно. Наверное, я так же могу. Пошёл, короче, на кровать старую, прыгнул, крутанулся и упал на спину. Я начал задыхаться, типа вообще не мог дышать. Минуту, наверное, я такой, вообще в воздух в себя никак не мог войти. Я думал, всё, я умру сейчас. И я побежал к соседям нашим. Я, типа, звоню им, да, они открывают, не понимают, что со мной происходит. Пришёл, блядь, ребёнок, сосед, и вот так вот. Вот. И в итоге как-то получилось начать дышать. Я как-то забил на это. И так у меня чуть-чуть побаливал позвоночник. На следующий день я пошёл в школу, и мы сбежали с уроков. И мы, короче, бегали-бегали и пошли на горку. Горка, короче, да, вот представьте, эту старую советскую горку. Вот, такая горка достаточно высокая. То есть тут перила, все дела. А я, короче, решил повторить фокус с сальто назад. Потому что там была небольшая, небольшая сугроб снега. Я подумал, что, типа, ну, снег мягкий, наверное. Вдруг, если что, случится, всё. Совершаю сальто мортальное. И в итоге, что бы вы думали? Падаю снова на спину, снова начинаю задыхаться. Там женщина какая-то была рядом. Меня, типа, он такой, мальчик с тобой, всё в порядке, всё в порядке. К мамке отвела, мамка наругала, пиздец как. Но я уже, типа, всё, у меня спина болела, я не знал, что происходит. И они меня повели в этот, в больницу. И я никогда до этого в больницах не бывал. Я был только в детском лагере. И думал, что там всё то же самое. Типа, ты лежишь, общаешься с чуваками. Типа, вы тусите всякие, мутки делаете. А в итоге, меня привели в больницу. Мне уже, кстати, спина не так сильно болела к тому моменту. Привели в больницу, и врач сказал, ну, всё, Никита, вам придётся лечь. Вы будете лежать 21 день. И самое главное условие. Все 21 день вам нельзя вставать с кровати. Я это услышал такой, чего, блядь? И в итоге я лежал 21 день в этой ебучей больнице. В больнице ко мне заходили время от времени друзья. И приносили всякие вкусняхи. Типа, там, кто-то чипсы приносил. Кто-то кока-колу. И у меня как-то весь 21 день прошёл с посещениями знакомых, там, родных. И я мамку постоянно разводил. Я говорю, ой, мамка, спинка болит. Ничего сейчас не сможет помочь, кроме одного. Она такая, ну что, сыночка, Макдональдс. Чё с музыкой-то творится? Попробуй это. А что это? Player Fio X3 Mark III. Player Fio X3 Mark III. Компактный и лёгкий портативный проигрыватель аудио высокого разрешения. Поддерживает большинство аудиоформатов, а также студийный формат DSD. Имеет два входа для наушников. Обычный и балансный, для извлечения большего количества деталей. Батарея до 10 часов. Поддержка карт памяти microSD до 256 гигабайт. Стильный дизайн, два цвета. Красный и чёрный. Я разжирел килограмм на 20. Вот был маленьким, худеньким пацаном, а стал, блядь, с жирной тушей, блядь. Прошёл 21 день, я подумал, ну всё, теперь я смогу нормально функционировать. Могу сейчас в школу пойти, приколы свои рассказывать, типа хулиганить. И мне сказали, нет, Никита, вам нужно отправиться в санаторий. И этот санаторий, ой, блядь. Короче, вот, я не знаю, сфокусируется или нет, но у меня на этой руке, вот, видите, у меня вот тут вот есть небольшой маленький шрам. Ну и, короче, этот шрам я получил именно в том санатории. Суть в том, что меня отправили в некий санаторий огонёк. Я не знаю, существует он до сих пор или нет. Там ни в какие дни, кроме выходных, родители не пускали. То есть там с понедельника по пятницу ты должен находиться там, родители к тебе никак не можешь приехать, а если при этом его даже не пустят. Там были очень строгие медсёстры. Там было, ну, прям вообще, типа, такое давление на ребёнка оказывалось. И в этом санатории было дохерещи людей. Люди с компрессионными переломами, как я. Был чувак, у которого 80% тела было обожжено. И, ну, мы с ним скорешились достаточно быстро. Была девочка, короче, у которой родители в автокатастрофе погибли. И она чуть не погибла, но получила травму психологическую. Ну, короче, лежали все, кто не попадя. Очень гнетущая, давящая атмосфера была в этой больнице. И вы думали, чтобы я смог ходить после того, как вот получил этот компрессионный перелом. 21 день полежал. Нет, нихуя я не мог ходить. Я приехал туда, и мне сказали, тебе можно ходить 10 минут в час. Вот, там была, короче, медсестра. Она со мной более-менее корешилась. У неё была, короче, маленькая ручка. Вот, и... Сука. Я не как угарнуть это говорю, серьёзно. То есть, у неё была маленькая ручка такая, вот. Я не знаю, вы смотрели? Очень страшное кино 2, может быть. И вот бывало, я рассмешу эту медсестру с маленькой ручкой. Она так... Я так... Блин. Вот, ну как я пришёл, тёточки, конечно, сразу на меня клюнули. Я хоть был и толстым, но безумно красивым. Она очень была похожа на Алису из фильма «Гости из будущего». Она была детдомовской. Она жила со своей тётей. Я не помню, почему она там лежала. Ну, тоже вроде как с позвоночником связанная хуйня. И, в общем, мы с ней танцуем, танцуем на дискотеке. Я знаю, что это звучит странно. Типа, вам там нельзя было ходить. Вы там лежали на уроках. Бля, я в дурке, может, лежал. Ну, не танцевать, конечно, как вот я сейчас танцую. Типа, вот так вот руками делать, бля, слэмиться. Просто спокойненько под там медленные танцы. Постоять немножко так, покрутиться, почилить. И мы танцуем, танцуем с ней на медленном танце. Вроде так всё красиво, такая песня хорошая играла. Выходим с дискотеки. Она ко мне подходит и говорит. Никита, у меня очень злая тётя. Я такой, ой, бля, чё начинается? Нужно, нужно как-то... Можешь меня забрать к себе домой? Я такой, ё-а-а-а-а, конечно, могу. О, а её на следующий день должна была забирать тётя домой. То есть она выписывалась. И, в общем, её забирает тётя, она стоит на первом этаже. А я на третьем с ней распрощался. И звонок на вот станцию медсестёр, где телефоны стоят, поступают. Медсестра поднимает трубку, говорит, да? Никита Гридин! Никита Гридин! Вас зовёт эта девочка! Вас зовёт эта девочка! Ну, я не помню, как её уже звали. Никита Гридин! И я такой прохожу быстро мимо сестры. И говорю, типа, у меня пора на процедуры. И больше эта девочка мне не звонила. Я не знаю, где она сейчас живёт, что она сейчас делает. И не хочу, если честно, об этом знать. Был последний день, когда можно было ходить на дискотеке. Это в основном происходило на каникулах. Я там очень долго лежала. Должен, должен был лежать там полгода, но пролежал всего 4 месяца. И я, короче, какую-то хуйню сделал, за что меня не пускали на дискотеку. А мальчик, я экспрессивный. И когда все пошли на дискотеку, я пошёл за ними. И там была стеклянная дверь. Я со всей злости типа иду, и как бы рукой открываю её. И вместо того, чтобы дверь открылась, я стекло продавливаю. И мне вот сюда стекло попало, короче, и кровь начала лить таким фонтанчиком. Очень много крови. Я так испугался. Я весь посинял. Хорошо, медсёстры были рядом. Меня сразу же перевязали. И мне сказала главная медсестра, что мы тебя прогоняем из этого санатория, Никита. Ты здесь больше находиться не будешь. Но я так рад был этому. И мама особо до меня не ругалась, потому что типа, ну, санаторий лютый был, пиздец какой. И в итоге я ушёл из этого ебливого санатория огонёк на перекрёстке двух дорог. И нормально стал жить. Не знаю, больше вообще ни разу не проверялся с этим компрессионным переломом. Он меня вообще не беспокоил. Ну, а корсет носил всё это время. Так что такие дела, дорогие друзья. С меня новые истории. А с вас, конечно же, подписка на канал. Оставьте свой комментарий. Не забудьте поставить лайк под этим видео. И, конечно же, щелкните на колокольчик. На этом всё. С вами был Кузьма Гридин. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok